Ярославцы ищут спасение от жары, в первую очередь, у водоемов. Кажется, что центральный пляж города пустеет только ночью. И хотя купаться в котросле запрещено, в самый разгар рабочего дня народа здесь очень много. Очень жарко, но все равно искупаться хочется. Купаться здесь нельзя, всякие микробы, бактерии, нафиг они нужны. Так что, получается, пускаемся. Вот сейчас пришли, да, посмотреть. Вроде народ весь купается, значит, надо купаться тоже. Ну а тем, у кого рабочие будни не отменяются в любую погоду, хоть и весело, но попотеть приходится. Сотрудник Даниловского дома культуры Анна Резникова в 30-ти градусную жару с удовольствием перевоплощается в доброго и забавного мишку. Говорит, что исключительно из-за любви к детям. Зимой, конечно, плюс. В этом костюме тепло. Сейчас очень жарко. Но работаем, потому что любим детей, любим свою работу. Жара не радует и продавцов мороженого. Как бы это странно ни звучало, но в 30-ти градусную жару вафельные стаканчики не актуальны. Меньше берут мороженое, потому что оно быстро тает. Что, на пляж возьмут мороженое, оно растает и все. А вот машины станции скорой помощи стоят в гараже и не торопятся на выезды. Ярославцы разъехались на дачи и курорты. Посему вызовы не от ложки стремительно сокращаются. Люди радуются хорошей погоде и меньше болеют. То, что сейчас высокая температура и эффект от жары, еще мы не чувствуем. От жары спасаются и животные в цирке, звезду телеэкрана и арены. Шимпанзе Мики, его самый верный друг и помощник, дрессировщик Мурат Хадыров, кормит мороженым. В такую жару для Мики такое лакомство не только полезно, но и явно приятно. А вот испанские пожарные придумали весьма необычный метод борьбы с жарой. Для горожан они устраивают искусственный дождь. В Ярославле таких способов борьбы с аномально высокими температурами пока не придумали. Люди предпочитают отдыхать в тени деревьев, пить холодные напитки и купаться. Но вот только за последний месяц в регионе произошло несколько несчастных случаев на воде. Поэтому, спасаясь от палящего солнца, будьте осторожны. Весь день на жаре работали Иван Уваров, Елена Масолова и Владимир Чернов. День в событиях.